Девушки отдыхают 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 Я хочу услышать от вас До бешенства четкие предложения О том, что мы будем делать С излишками энергии от белорусской АЭС И причем без всякой там фантастики Про электромобили, биткоины И майнинговые фермы Макей Докладываю Консультации с правительствами стран Балтии Не увенчались успехом Они отказываются покупать у нас электричество Вот же прибалтийские фальшилки Сделанные у Польши А у тебя что, Румас? У меня по поводу обычных ферм, товарищ Гарант С мест поступило рационализаторское предложение Электрифицировать коров Это как? Оборудовать всех наших коров Электродатчиками уровня обосранности И что? Чем выше этот уровень, тем больше расход энергии И это все, что вы придумали? Ну, есть еще идея круглосуточной художественной подсветки Оршанских руин Караю, а у тебя что? Докладываю Наше ведомство решило отказаться от использования ручного труда И перейти к полной электрификации В смысле? Вместо резиновых дубинок мы будем использовать электрошокеры И теперь, при разгоне всяких отморозков Они будут получать помимо штрафа Счет за каждый использованный на него киловатт-час У нас в МВД это называется критикой чистого разума Ты уверен? Конечно Это ж это самое Эээ, как ее? Диалектика Вот-вот Надо расширить почин Министерства внутренних дел И начать по телевизору широко обучать население Правильной и конструктивной диалектике Толпа недовольных автолюбителей Собралась возле здания концерна «Белнефтехим» в Минске Чтобы выяснить, почему растут цены на бензин И когда это прекратится К людям обратился зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов Я не хочу, чтобы вы публичное шоу тут устраивали и кричали Цены на топливо не растут, они изменяются Еще основоположник диалектики Гегель Говорил, что все течет и все изменяется Гарант эмпирическим путем развил эти тезисы Сформулировав три основных закона жесточайшей диалектики Первый закон жесточайшей диалектики Закон борьбы противоположностей за урожай Второй закон жесточайшей диалектики Закон перехода количества резиденций в еще больше их количества Третий закон жесточайшей диалектики Закон отрицания данных ранее обещаний Усвоили? И запомните, есть только одно исключение Это вам только кажется, что ваша жизнь подорожала На самом деле она ничуть не изменилась Она как ничего не стоила все эти 25 лет Так по-прежнему ничего и не стоит А насчет аварии на БелАЭС Я вам так скажу, братва Умереть от нее будет совершенно безопасно Ведь БелАЭС самая безопасная атомная станция в мире Значит так, эту лампочку Ильича Надо немедленно заменить на лампочку Рыгорыча Вы уверены? Все-таки это художественное произведение Зачем искажать задумку автора? Чтоб электорат знал, кого он должен благодарить За электричество от БелАЭС Вот полюбуйтесь, как стало хорошо Теперь это шедевр Может тогда еще им туда и электрочайник пририсовать? Так сказать, для наглядной пропаганды электроприборов Обойдутся Это лишит картину реализма Сразу появятся вопросы Откуда это у белорусов деньги на электрочайник? Денег едва-едва должно хватать На оплату за электричество Гарант же уже настроил население на то, что предстоят непростые времена Правительству поставлена задача определить, какая будет стоимость этого электричества Мы строим АЭС за счет российского кредита, который надо будет возвращать Электроэнергия будет недешевая Надо посмотреть, из чего мы возьмем эти деньги Блин, как бы чего ни случилось Денег-то у народа и так не густо Значит, надо донести до населения, что значительное потребление электричества Это часть нашего национального кода И как вы этого добьетесь? Очень просто Будем ставить гражданам в пример авторитеты, которые любили атомную энергетику Типа того, что Скорына был физик-ядерщик? Точно! Именно ядерщик! А мы в Союзе писателей уже воспели этот его подвиг Вот смотрите Физик-ядерщик Скорына мирный атом подарил нам В островце его идей воплотил гарант на деле Я заставил все частицы своей власти подчиниться Непокорный электрон расщепляет смело он Я из-за атома извлек жесточайшие силы ток Знают взрослые и дети, кто наш главный энергетик А чё бояться? Мне один собутыльник, сторож из Минэнерго, сказал Ничего от островецкой станции не будет Веришь? Так и сказал Ничего не будет в радиусе 100 километров Что случилось? Не дают даже Конституцию переписать Владимир Владимирович, докладываю Тревога учебная, но всё равно надо быть ко всему готовым А кто нам угрожает? Коронавирус? Насчёт коронавируса нет проблем Разведка сообщает, что он китайского производства А значит, через пару недель выйдет из строя Тогда из-за чего тревога? Из-за шораной Белорез Её в этом году планируют запустить Мало ли что может случиться Строили же наши Да, наши это точно не китайцы Так что на всякий случай продумай наши алиби Мол, мы к этому форс-мажору никакого отношения не имеем Да, и ещё скажем, что не на ту кнопку в островце нажал сам Шур Подожди, подожди Это получается, что мы сами дали Шуре в руки оружие массового поражения? Никак нет, Владимир Владимирович Не извольте беспокоиться Это почему же? Потому что Шура нам никакой заявки на освещение оружия не подавал А без освещения церкви? Что это за оружие? Так, пшик один Вот послушайте Первый заместитель председателя синодального отдела русской православной церкви Александр Щепков Заявил о необходимости продолжить практику освещения церковью оружие массового поражения Христианский постулат о том, что если тебя ударили по правой щеке, то нужно подставить левую Применим только в том случае, если речь идёт о единоверцах Но если применять эту же моральную норму к врагам То подрывается доверие граждан к государству, которое должно его защищать Ритуал освещения оружие массового поражения Необходим для того, чтобы оно служило благородным целям Аминь Чтоб превратить пиндосов гнусных в пепел Чтоб россиянин каждый в рай попал Мы осветим оружие победы Как президент наш вечный приказал Плевать нам на судьбы людские Накоит их яденыш квал Пусть знают, что мир без России Нам нафиг вообще не упал Ну что вы за ужасы рассказываете про то, что островец будет вторым Чернобылем У меня родственник в зоне живёт Так не поверьте Он круглые сутки просто светится здоровьем Налетай, торопись, покупай и светись Мы с вами находимся на восточноевропейском энергетическом рынке Комаровка Где проходит изучение спроса на будущую продукцию БелАЭС Товарищ премьер-министр, вы не забыли поручение, данное вам гарантом в прошлом году? Как я мог забыть? Оно у меня всегда с собой На станции работают сотни учёных Тысячи специалистов системы Минэнерго Минстроя архитектуры А мне до сих пор внятно никто не доложил Как станция будет встроена в экономику страны? Премьер-министру персонально поручено заняться этим вопросом И что, наконец-то доложили? Да А вы можете вкратце изложить тезисы вашего доклада? Ну, я начал с классической цитаты Кто-то из великих сказал Чтобы продать что-нибудь ненужное Надо сначала купить что-нибудь ненужное Поэтому мы одолжили денег Построили АЭС А теперь пытаемся встроить её в наше экономическое чудо И как получается? Безусловно! Перед нами открывается целый спектр возможностей Можно, к примеру, сдавать помещение АЭС под офисы и склады Можем хранить там картошку А ещё лучше открыть внутри станции хоккейную площадку А как же радиация? А радиация, как таковая, нашему хоккею не помеха Если произойдёт какая-нибудь мутация То Минская Динамо, к примеру, от этого только выиграет Мы даже песню к этому случаю написали Пусть за воротами хоккейными всё чаще Стрекочет громко счётчик гейера, как в стар Зато летает над воротами, как ящер Мутант Динамо трёхголовый воротар Суровый бой ведут отважные мутанты Нам мирный атом обеспечит перевес Мутанты — это продолжение гаранта Трус не играет в АЭС Трус не взрывает АЭС Ну что, Румас, как спрос на будущую продукцию нашей БелАЭС? Берут, но очень вяло Обычно почему-то для тёжчей А европейцы из ЕС уже просили продать? Нет, вообще пока нос воротят Плохо, Румас, плохо Ни молочку не можешь продать, ни электричество Как всегда, придётся делать всё самому И как же вы заставите Евросоюз покупать наше электричество? Очень легко Не захотят брать Рванём этому ЕС Эту АЭС по полной Аккуратно рванём Так, чтоб никто не подкопался Ваших гигаватов Нам совсем не надо Что? Да как же так? Нашим гигаватам Будете вы рады Ох, какой простак Какой простак Какой простак Бел АЭС Бел АЭС Это преступление Бел АЭС Бел АЭС Это преступление Я хочу Так что берите Пока даю Но Польша, Литва и грузья латыши Не хочет платить нам за ток барыши Прошу головы не дурыте И ток по дешёвке купите Мне торговать Мне торговать с ЕС Мешают политиками всех мастей Они трындят, что угрожает АЭС здоровью их людей Все выражают возмущенье Да что вообще за невезенье Не нужно тут сопротивление Зачем мне столько напряженья Давайте, господа, не портить друг другу нервы АЭС ведь опасность для нас создаёт А вдруг перегретый реактор рванёт Пожады тогда не просите А энергию лучше купите Европейцы! Вы должны чётко понимать Кто главный виновник Возможной огромной ядерной катастрофы Прямо в центре Европы Это вы! Вы! Всё из-за вашей жадности и прижимистости Давайте уже кидайте кабель Я опущу вам ток! Ваши дикоготовы! Нам совсем не надо! Что? Да как же так? Думал хигаватом Будете вы рады Ох, какой простак! Какой простак! Какой простак! Бел АЭС, Бел АЭС Это преступление Бел АЭС, Бел АЭС Это преступление Я хочу промыш-час Сделать заявление Бел АЭС всем назло Скоро запущу! Дорогие соотечественники Как ты уже достал за 25 лет? Пойдём лучше Вова на попугаем Ну подожди Давай сначала я электорат обрадую Братья и сёстры Мы только что измерили радиацию В Чернобыльской зоне Поздравляем! Оказывается мы Ядерная держава! Дорогие соотечественники